Желтый тело Желтое тело это железа внутренней секреции, которая образуется на яичнике на месте лопнувшего фолликула и основная ее функция это поддержание беременности у коров, если конечно произошло оплодотворение. Реализует желтое тело эту функцию за счет продукции гормона, который называется прогестерон. Прогестерон блокирует лютинизирующий гормон. Если оплодотворение не произошло, то около 17 дня наступает его рассасывание, то есть лютиолис. Лютиолис запускается секрецией простагландина F2-альфа, чтобы обеспечить начало нового цикла и овуляции. А желтое тело, которое сохраняется на яичнике больше 20 дней цикла, называется персистентным или застоявшимся. И это уже патология, потому что организм думает, что он беременный и новые половые циклы не проявляются, животное становится неплодным. Механизм развития ПЖТ не до конца изучен, но достоверно известно, в том числе и из нашей практики, что ПЖТ часто связано с инфекциями в матке, в частности с пиометрой. Высоким уровнем удоев в первые месяцы лактации. Иногда это называется лактационная доминанта. Длительное применение препаратов, которые блокируют в организме выделение простагландинов. Например, это нестероидные противовоспалительные препараты, а также глюкокортикоиды. Диагностировать персистентное желтое тело несложно, даже если вы имеете начальный уровень навыков трансректальной пальпации и владения аппаратом УЗД. При пальпации желтое тело ощущается как образование или вырост на поверхности яичника. При этом оно плотной консистенции и как бы вырастает из ткани яичника. Причем оно не всегда явно напоминает грибок, как описано в старых учебниках по гинекологии. При проведении УЗД диагностики мы видим плотное образование, возвышающееся над яичником. Что же следует предпринять, если во время гинекологического осмотра вы диагностировали персистентное желтое тело? Главное, ни в коем случае не вылушивайте его пальцами. В 21 столетии это неоправданный, я бы сказал, даже варварский метод. Для лечения персистентного желтого тела широко и успешно во всем мире применяется простагландин F2-α. В своей практике мы используем разные препараты представителей группы простагландина F2-α. Но в этом видео на примере таких препаратов, как Проэстрофан и Динотром, мы покажем и разберем протокол лечения персистентного желтого тела. Броэстрофан в своем составе содержит клопростенол. Это синтетический аналог простагландина F2-α, который вызывает регрессию желтого тела и способствует росту и развитию фолликулов. Динотром тоже содержит в своем составе синтетический аналог простагландина F2-α под названием Динопрост. Динотром вызывает морфологическую и функциональную регрессию желтого тела. Протокол работы с Броэстрофаном и Динотромом выглядит так. В день постановки диагноза ТЖТ обрабатываем коров или телок препаратом. Броэстрофан применяется в мышце или подкожно. В дозе 2 мл на животное одноразово. Динотром в дозе 5 мл на животное. Внутримышечно также одноразово. Через 48-72 часа после применения препаратов животные приходят в охоту. И если нет сопутствующих гинекологических заболеваний, таких как метрит, например, или пиометра, можно проводить искусственное осеменение. В случае обнаружения инфекции в матке проводят соответствующее лечение, в частности цефметрином и евицелом. Причем сами простагландины в этом случае имеют противовоспалительный эффект. Также можно дополнять протокол лечения такими препаратами, как фосбевит и даевит. Будьте осторожны с диагностикой персистентного желтого тела, чтобы не перепутать его с желтым телом беременности. Потому что при применении в первую треть стельности, броэстрофан или динотром могут вызвать аборт. Препараты не выводятся с молоком и не требуют каренции. Друзья, вовремя диагностируйте гинекологические заболевания у скота и применяйте адекватное лечение. Берегите своих животных. До свидания.